Геноцид может совершать высшее руководство. Мы имеем в виду статью 442 Уголовного кодекса Украины «Геноцид». Самые богатые пенсионеры – безбородов 127 тысяч, Трачук – 870 тысяч в год. По приказам Матиуса управление по оккупированным территориям разоряет пенсионный фонд. Уважаемый господин Рыбошапка, закройте вот это ненужное управление по оккупированным территориям. Здравствуйте. Сегодня пойдет тема о наглых прокурорах. Опять я возвращаюсь к этой теме. Но один прокурор, ну просто из всех наглецов, он самый большой наглец. 127 тысяч гривен пенсии получил через решение суда. Я не буду рассказывать, я общаюсь с многими правоохранительными органами, и информация в нашей стране через 5 минут доходит обо всем и обо вся. Значит, 127 тысяч гривен, запугав судью. Судья ни за какие бы деньги не вынес бы это решение, но когда человек прижат к стене, он выносит это решение. Это господин Безбородов, начальник управления по оккупированным территориям. Кроме пенсии, он еще получает дикую зарплату. Там больше 150 тысяч он выписывает себе зарплату. Ссылки на решение суда я приведу ниже. Вы сможете почитать, как у нас суд назначает такие пенсии. И он уже в несколько лет эту пенсию получает. Хотелось бы более подробно рассказать, что это за управление такое по оккупированным территориям. Ну, во-первых, люди, которые там работают, очень не любят нынешнюю власть, за которую проголосовали 73%. Безбородов в июле месяце отправил в администрацию президента госпожи Мендель Юрия Алексеевича Ковальчука, чтобы он допросил пресс-секретаря президента по высказыванию на канале 1 плюс 1 по поводу обстрела мирных граждан. Дуже часто украинские военно-воспроекты употребляют на провокации, когда стреляют из житлового домика, из детсадка, из школы, из лекарни, из любого места, где перебывают цивильные люди. И после этого начинается обстрел этого домика. Мендель высказалась в своих, ну, что боевики делают это из жилых кварталов, что действительно боевики стреляют из детских садов, школ, для того, чтобы спровоцировать огонь обратно. Ну, понятно, для чего это делается. Тут же стоит оператор с канала «Россия» или с канала ОРТ, как я его называю, для того, чтобы сделать хороший сюжет. Позор! 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 То есть, понимаете, российское телевидение, оно уже не телевидение, а большая, огромная пропагандистическая машина. И к этой пропагандистической машине надо еще присоединить управление по оккупированным территориям. Они должны получать зарплату и пенсию вот эту в 127 тысяч, не в Украине, а от Российской Федерации. Объясню, почему. Когда пришел Ковальчук, посланный Безбородовым, и начал допытывать пресс-секретаря президента, он ей задал вопрос, четко по формулировке. Является ли это высказывание личным мнением госпожи Менды, или это мнение ее как пресс-секретаря? Все означает, что это мнение президента Украины. После допроса прошло некоторое время, и в деле 09.80, в которое легло допрос по Мендель, появилась формулировка 4.4.2. Мы имеем в виду статью 442 Уголовного кодекса Украины «Геноцид», «Геноцид», «Геноцид». Это было совсем недавно, и я понял, что управление по оккупированным территориям не только не прекратило копать под президента и высшее управление государства, но дальше продолжает усиливать свои направления против действующей власти. Объясню, что такое 4.4.2. 4.4.2 – это статья про геноцид. В деле 09.80 появилась статья 442. Теперь объясняю нашим слушателям, куда и в какое направление копает уважаемый Ковальчук и Безбородов. Дело в том, что геноцид могут совершить только высшие чины у руководства страны. Например, майор Петров не может совершить геноцид. Или участковый Сидоров не может совершить геноцид. Геноцид – это высшее руководство государства, которое отдает преступные законы, в результате которого гибнет мирное население. Ну, мы же все знаем, что Зеленский старается принести в нашу страну мир. Но самый богатый пенсионер в стране, господин Безбородов, и самый известный прокурор, который погромил сотни и тысячи предпринимателей Ковальчук, считает, что власть у нас не поменялась. И дальше можно работать по приказам Матиуса и подготавливать папочки, черные папочки на действующую власть. Что это получается за управление? Самые богатые пенсионеры. Безбородов – 127 тысяч. Я прошу господина Рябошатка проверить мою информацию. Трачук – 870 тысяч в год. Управление по оккупированным территориям разоряет пенсионный фонд. Уважаемые граждане Украины, минимальная пенсия в Украине – 1497 гривен. Ребята, вы в прокуроры совсем заигрались. Дело в том, что у нас пенсионеры на сегодняшний день не могут купить себе даже буханку хлеба. Смотришь, они уже по мусоркам рвут. А вы вытягиваете из пенсионного фонда миллиарды. Таких, как вы, ну вы рекордсмены. Но вы рекордсмены. Уйти за 100 тысяч гривен пенсии, при этом получая зарплату больше 150 тысяч гривен – ну это надо. А вы еще и громите не только предприятия, но и все медицинские заклады. Вы разгромили институт пульмонологии. Разгромили мой биотех. Институт кардиологии Стрыжевская. Вы перечень просто мы поднимаем. Вы же не жалеете никого. Уважаемый господин Рябошапка, Руслан Георгиевич, прошу вас, умоляю, обратите внимание именно на эту структуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова